Вести Карачаева, Черкесия Вести Карачаева, Черкесия Благословенные дни, сердца верующих исполнены света, чуткости и милосердия. Великий пост в Рамадан призывают к духовному очищению и нравственному обновлению. Желаю всем верующим мусульманам укрепить свою веру, наполнить и дела свои, и помыслы добром, благочестием, состраданием к ближним. Пусть молитвы и устремления верующих будут услышаны. Мира и благополучия в каждый дом, написал в своем телеграм-канале руководитель региона. Священный для мусульман месяц Рамадан. В этом году он начался 22 марта после захода солнца. Рамадан месяц, обязательного для мусульман поста, он является одним из пяти столпов ислама, периодом преданности и поклонения для всех мусульман, независимо от того, в какой части света они находятся. От соблюдения поста священный месяц освобождаются люди, здоровью которых может навредить отказ от приема пищи. Это болеющие, старики и дети, а также беременные и кормящие женщины. Во время Рамадана важно облюсти духовную чистоту и воздерживаться от всех негативных поступков и эмоций. Об этом рассказал и напутствовал мусульман Муфти Карачач Геси Исмаил Хаджи Пердив. Хотел попросить Всевышнего Аллаха, чтобы он нам дал силы и здоровья все это исполнить в полном объеме. Ведь пост, он был предписан для всех религий. Точно так же он предписан и для христиан, и для иудеев. Каждый по-своему держит, кто несколько дней, кто месяц. У нас предписан месяц Рамадан. Вот как мы увидим месяц Рамадан, и мы начинаем этот пост. Сегодня вечером уже в мечетях мы должны собраться на таравих намаз, исполнить это, сделать ният, намерение, и уже с завтрашнего дня начинать этот месяц. Взаимодействие органов государственной власти и УФСИН обсудили в правительстве региона. Состоялась встреча председателя правительства Карачач Геси Мурата Аргунова с руководителем отдела Федеральной службы исполнения наказаний России по Карачач Геси Ромаем Галиевым. Стороны обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества, в том числе обеспечения в муниципальных образованиях субъекта мест размещения работников уголовно-исполнительной инспекции территориального органа ФСИН. Кроме того, стороны обсудили вопросы взаимодействия в сфере работы исправительных центров в регионе, а также трудоустройства граждан, осужденных к принудительным работам и их дальнейшей социализации. В Народном собрании Карачач Геси прошло заседание, на котором обсуждены вопросы профилактики и противодействия идеологии экстремизма. В этом разговоре приняли участие не только парламентарии, но и представители правительства и духовенства региона, общественные деятели, правоохранители, а также помощник полномочного представителя президента России в Северокавказском федеральном округе Айдамир Валиев. Информацию комментирует министр по делам национальности и массовым коммуникациям и печати Альберт Кумуков. Министерством проводится работа так называемого кибер-дружина, состоит из 6-7 блогеров разных национальностей, на периодичной основе каждый год осуществляет мониторинг в сети интернет, в социальных сетях, в мессенджерах для выявления негативных материалов, связанных с экстремистской террористической деятельностью. За прошлый год министерством было выявлено 450 материалов. В дальнейшем эти материалы каждый месяц направляются в Центр противодействия экстремизму для дальнейшей работы. Мораторий на плановые проверки сохранится до 2030 года. Ближайшие 8 лет плановые проверки будут проводиться только в отношении определенных объектов контроля, отнесенных к категориям чрезвычайно высокого и высокого риска причинения вреда опасных производственных объектов, гидротехнических сооружений второго класса опасности. Решение является частью реформы контрольно-надзорной деятельности и направлено на дальнейшее снижение нагрузки на бизнес. В образовательных учреждениях, входящих в высокорисковую группу, также продлена возможность проведения профилактических визитов вместо плановых проверок. Если в ходе таких мероприятий выявлены нарушения, могут выноситься предписания об их устранении. Через личные кабинеты на портале Госуслуг предприниматели могут отслеживать информацию о предстоящих проверках, видеть принятые по итогам решения, при необходимости обжаловать их в досудебном порядке с помощью специального сервиса подачи заявлений. С 27 по 31 марта на площадке оригинальной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» и в местных общественных приемных во всех городах и районах республики пройдет неделя приемов граждан по вопросам ЖКХ. Вопросы и обращения жителей рассмотрят депутаты всех уровней и представители управления Государственного жилищного надзора Карачао-Черкесии. Записаться на приемы, а также уточнить график приемов в рамках тематической недели можно по номерам 8 878 2 20 12 12 или 8 878 2 20 01 11, а также по адресу Черекесск, проспект Длинина 154. Размер грантов для некоммерческих организаций в Карачао-Черкесии увеличили в 4 раза. Соответствующий проект постановления поддержали на заседании правительства республики, которое состоялось под председательством премьер-министра региона Мурата Аргунова. Ранее предельный размер грантов, предоставляемых на конкурсной основе в форме субсидий из бюджета республики социально ориентированным некоммерческим организациям, составлял 250 тысяч рублей. Отметим, что прием заявок на конкурс проекта вне коммерческих организаций Карачао-Черкесии 2023 стартовал 20 марта и продлится до 19 апреля. Подать заявку можно на сайте ktrgrant.rf. 80% затрат на получение сертификации возместили трикотажные фабрики из Карачао-Черкесии. Руководитель фабрики трикотажа Алабар Шамиля Лепшоков рассказал, какую поддержку оказывают в развитии предпринимательской деятельности в нашем регионе. Алабар – динамично развивающаяся компания, оказывающая полный спектр услуг по производству вязанного трикотажа. В прошлом году предприятие заключило первый экспортный контракт с Республикой Беларусь. В этом деле фабрики помогли в региональном центре «Мой бизнес», а именно в получении международного сертификата, необходимого при выходе на экспорт. Кроме того, центр оказал поддержку предприятию, компенсировав 80% затрат на получение сертификата. По сей день Алабар успешно сотрудничает с партнерами из Беларуси, а оборот денежных средств за прошлый год составил 7 миллионов рублей. Сейчас фабрика занимается производством детской одежды, головных уборов, пледов и вязаных изделий. В Черкесске начинаются работы по озеленению. Вскоре зеленые насаждения появятся во всех парках, скверах, аллеях и пешеходных зонах города. Кроме того, красивые цветы украсят разделительную полосу на проспекте Ленина. Озеленение каждой общественной зоны руководство республиканской столицы будет обсуждать индивидуально. Начали с парка «Юность», где со дня на день начнут высаживать газоны. Снова украсят цветами цинерарей, бегонями и бальзамином – основную клумбу на «Юность». Приняли решение установить рядом с цветником еще несколько фонарей, в дополнение к ранее установленным здесь на Аллее Славы 50 светодиодным лампам. Рядом в парке «Победы» будет произведен ремонт памятников. Здесь же планируется более насыщенная, плотная высадка растений. Мэр города Алексей Баскаев поручил «Зеленструю» выполнить все работы качественно. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Аоле Учкулан вышло на финишную прямую. Место под строительство будущего спортивного комплекса выбирал лично в ходе рабочей поездки в Карачаевский район руководитель региона. Фоки смогут заниматься спортом жители Эльбрусского, Карджурда, Учкулана и Хорзука. К спортивному объекту уже подведены коммуникации, ведутся внутренние отделочные работы, устанавливаются архитектурные прожекторы для подвески фасада здания и благоустраивается прилегающая территория, на которой будут размещены 10 лавочек и высажены 34 туи. Рядом со спорткомплексом будет большая парковая зона. Общая площадь двухэтажного здания составляет порядка 1000 квадратных метров. После оснащения всем необходимым оборудованием здесь будет одинаково комфортно заниматься как детям, так и взрослым – оздоровительным фитнесом, борьбой, боксом, тяжелой атлетикой, баскетболом и волейболом. Для удобства спортсменов и тренеров предусмотрены душевые, раздевалки, тренерские и другие административные помещения. Все работы планируют завершить к маю текущего года. Из-за бездействия администрации района в Карачаевской кейсе на плодородных землях образовалась свалка площадью свыше 1 гектара. Информацию комментирует заместитель начальника отдела Государственного земельного надзора Северокавказского межрегионального управления Россельхознадзора Светлана Никулина. В марте Северокавказское межрегиональное управление Россельхознадзора выявило крупную свалку на землях сельхознадзора недалеко от аула Ирсакон в Адыгихабльском районе. При проведении выездного обследования установлено, что на земельном участке для хранения и переработки сельхозпродукции размещали отходы из пластмассовых и стеклянных бутылок, полиэтиленовых упаковок, необработанной древесины, битого шифера, кирпича и бумаги. Под свалкой оказался весь участок площадью свыше 1 гектара. По данным Единого государственного реестра недвижимости, правообладатель земельного участка администрации Адыгихабльского района, Управление Росельхознадзора объявило администрации района предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований земельного законодательства. 24 марта в станице Преградной Улубского района состоится торжественное открытие первого центра общения старшего поколения в республике. Отметим, социальный фонд уже открыл 98 центров общения для людей старшего поколения в 73 регионах страны. Они создаются в отдаленных районах с целью организации разнообразного и качественного досуга для пожилых людей. В клиентских службах социального фонда, в которых расположены центры, созданы максимально комфортные условия, зоны отдыха, мини-библиотеки, гостевые компьютеры с возможностью выхода в интернет, оборудованы помещения для проведения массовых мероприятий. Для гостей центров регулярно организуют встречи с представителями органов власти, проводятся лекции по здоровому образу жизни, активному долголетию, занятия по компьютерной и финансовой грамотности, психологические мини-тренинги, шахматные турниры, образовательные вебинары, уроки актерского мастерства и мастер-классы по приготовлению блюд национальной кухни. В эти дни на площадке Республиканского колледжа индустрии питания, туризма и сервиса проходит оригинальный этап чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы-2023». Состязания проходят в компетенции поварского дела. 25 марта на курорте Архиза пройдут детские и семейные старты Архизенок. Участники от 6 до 14 лет и их родители будут соревноваться в дисциплине с лаломбоны. Состязания пройдут на трассе номер 1 «Горизонт». Радио России. Карачаево-Черкесия. Погода. По данным региональных синоптиков, завтра по Карачаево-Черкесии ожидаются облачные с прояснением погоды, местами дождь. Ветер западный 6,11 метров в секунду, температура воздуха от 9 до 14 градусов тепла. А в горах местами плюс 2,7 и лавина опасна. В Черкесске небольшой дождь, ветер западный 6,11 метров в секунду, а столбик термометра поднимется до отметки плюс 13. На этом новостной выпуск завершен. Его провела Рита Нерова. Приглашаются кандидаты для прохождения военной службы по контракту. Поступая на контрактную службу, вы выбираете честь, отвагу и доблесть в качестве своих жизненных принципов. Служба по контракту – это стабильность для вас и вашей семьи, достойное и гарантированное денежное довольствие, жилищное обеспечение, современное обмундирование, серьезная профессиональная подготовка, новейшие системы и комплексы на вооружении. Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону. 8-86-52-24-99-51. Вы слушали Радио России. Карачаево-Черкесия. До новых встреч.